Денис, приветствую тебя. Привет. В этом видео в фундаментальном и техническом анализе оценки возможностей тех идей и движений, которые сейчас на рынке наблюдаются. Как тебе в целом движуха по рисковым инструментам в последние дни, даже неделю уже второй? Ну, я тебе скажу больше. Мне они не просто нормально, они мне нравятся, потому что наконец-то хоть какие-то трендовые движения начали на рынке происходить, а то тупляк был столько времени. Поэтому, в принципе, те рекомендации тоже, которые и в четверг давали, но сегодня чуть-чуть по ним пройдемся, буквально подытожили, тоже очень, я бы сказал, хорошо, достойно отработали, поэтому, в принципе, я доволен. Денис, мы с тобой кулуарно обсудили, что сегодня можно сделать акцент на евро против доллара, учитывая то, что где мы сейчас находимся, на динамику фунта и в комментариях там были вопросы еще по американскому фондовому рынку, да, да, многие в комментах просили СНП, поэтому, я думаю, осветим сегодня. Друзья, большое всем спасибо за комментарий, имейте в виду, что если какой-то актив вас очень интересует, но мы не разбираем, вы нам дайте об этом знать. Безусловно, мы обратим внимание на него и включим в разбор полета. Ну что, тогда давай демонстрация экрана и погнали. Давай. Так, начну я тогда сегодня с европейской валюты, вроде как демонстрация пошла уже, да? Да, отлично видно. Честно говоря, анализ, который мне приходится проводить с точки зрения фундамента в последние дни, уже вторую неделю, он не бьется с статистикой, с ожиданиями, которые присутствовали, опять же, по мерам экономического стимулирования, то есть стат данные плохие. Чем хуже статистика, тем больше шансов на дополнительное стимулирование. Если есть база для увеличения программы количественного смягчения, либо намеков на снижение ставки, это негатив классический для валюты. Но вот динамика евро говорит нам об обратном. Европейская валюта растет, фактически локальные максимумы мы переписываем уже, который день подряд, буквально раз, два, три, четыре, ну да, уже вторую неделю. И ты знаешь, сейчас, несмотря на то, что все-таки где-то в глубине души у меня какого фундаменталиста остаются ожидания того, что евро очень сильно перекуплено, и, кстати, на брифингах я очень много раз объяснял, почему нужно сейчас ориентироваться на данные по инфляции, сопоставлять значения с текущими показателями потребительской активности и понимать, в конце концов, какие отчеты по ВВП нас ждут и как будет действовать европейский центральный банк. Все-таки краткосрочная динамика у нас остается сейчас еще восходящая, и я хочу сегодня сделать акцент на индикатор рыночных настроений. В нашей компании это индикатор рыночных настроений Кайман, который как раз показывает расстановку покупателей-продавцов. Его анализ индикатор очень простой. Если большинство трейдеров, например, покупают, то, соответственно, нужно продавать. Если большинство продается, значит, нужно покупать. Так вот, если мы сейчас посмотрим на динамику по расстановке сил, то сможем убедиться в том, что есть экстремальный уровень 70-30, сейчас 70% трейдеров в рамках нашей компании, но я думаю, что бизнес этот можно проецировать на активности клиентов и других площадок, других брокеров. В общем, настроение сейчас идентичное. Большинство продают, конечно же, и 70% это настолько много, что можно сделать вывод о сохранении именно динамики в обратную сторону, в данном случае в восходящем ключе. Есть еще такое правило, как покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Впереди у нас заседание Европейского центрального банка, и я очень рассчитываю услышать от Кристины Лагарет все-таки анонс новых мер стимулирования. Но это будет только в четверг, фактически послезавтра, поэтому допускаю, что краткосрочно динамика по евро-доллару будет восходящей. Мне кажется, довольно неплохой сделкой может получиться покупка, например, с поддержки 1.11 в расчете на переха и уход там в зону 1.12. В четверг уже видно будет, мы с тобой, кстати, в четверг будем, ну, до заседания, правда, Европейского центрального банка, в очередной раз встретимся, ну, посмотрим, как там, что изменится в плане настроения. Ну, пока что думаю, что рост европейской валюты продолжится. Второй актив, это функция, собственно, похожая ситуация, сейчас котировки 1.25.10, британская валюта растет, несмотря на весь тотальный негатив, который есть. Кстати, сегодня стартуют переговоры по Брейзиту, завтра важный отчет по активности в сфере услуга, но динамика очень похожа на то, что мы видим по паре евро-доллар. Поэтому, если, опять же, обратить внимание на индикатор рыночных настроений, здесь ситуация схожая, тех, кто хочет поспекулировать как косочно, наверное, здесь нужно держать длинные позиции, но поскольку уже сделан был акцент на евро-доллар, наверное, все-таки размениваться на две валютные пары, которые, в принципе, показывают сейчас идентичную динамику, не стоит, чтобы не брать, если бы, как бы двойной риск. Поэтому здесь можно выбрать либо евро, либо фунт, но я все-таки больше бы рекомендовал покупать через АТОшку Байлимин, как я уже отметил, с уровня 1.11 евро-доллар. Что касается американского фондового рынка, здесь, конечно же, в плане фундаментального фонда самый настоящий абсурд, потому что у нас и по штатам статистика, пятничные данные по личным доходам, личным расходам, еще одна доказательность того, что американская экономика будет восстанавливаться очень долго, очень вяло, монотонно, и всплеск вот этих социальных протестов из-за убийства афроамериканца Апплойда, это тоже негативный такой социально-политический фактор, это и отношения США и Китая. Почему-то вот вчера, кстати, мне было удивительно смотреть за ралли рисковым активом, это тогда, когда на рынке со ссылкой на Bloomberg, ну, эту информацию, правда, еще нужно подтвердить, пришла инфа о том, что Китай начинает уже отказываться от покупок определенных сельхозопродуктов из Штатов, там, свинина, соевые бобы, но фактически Китай нарушает обязательства первой фазы торгового соглашения. США очень критичны к такого рода выпадам со стороны Поднебесной, поэтому я думаю, что, зная импульсивность натуры Трампа, в ближайшие дни эта тема может стать снова центровой, и поэтому Трамп, скорее всего, начнет допускать возможность ответа через не меньшие жесткие финансовые, секторальные, скажем, санкции. Поэтому для рисковых настроений и для динамики риска в ближайшее время все может поменяться. В отношении американского фондового рынка, безусловно, эскалация конфликта между США и Китаем, это еще один негативный фактор. Поэтому, да, я прекрасно вижу, тренд исключительно восходящий, сейчас все создано для того, чтобы ставить на то, что индекс S&P, ну, посмотрите, как он высоко забрался, пойдет выше, там, в район уже, скажем, вот этой зоны, выше трех 100-150, но не могу, будучи фундаменталистом, я сейчас согласиться с такой динамикой, допустить, что рынок будет расти без какой-либо коррекции. Поэтому сегодня я предлагаю сделку по S&P, стоп с уровня 30-30 и в расчете на то, что фонда, собственно, ну, как минимум даст коррекцию ниже трех тысяч пунктов. Я думаю, что это вполне реально, учитывая, что весь тот негатив фундаментальный, который я перечислил, он в любой момент может стать новой, как бы, движущей силой для всего финансового рынка. Поэтому фондовый рынок США, то есть, в отличие от евро и фунта, я все-таки по-прежнему рассматриваю с точки зрения продаж. Денис, слово тебе передаю тогда. Так, слово взял, я думаю, меня уже тоже должно быть видно. По поводу S&P 500, тут тебя слушал, тоже такое вот, у меня складывается, знаешь, впечатление о том, что то, что мы видим, собственно, ралли по нему направленный вверх, уж очень сильно, вот он, уж очень сильно похоже все это на рыночную манипуляцию. У меня складывается такое впечатление. Почему? Я вот, прежде всего, обратил внимание, немножко вернулся к истории. То есть, посмотрел, скажем, район начала мая. Вот, у нас был 12 мая, видно, была огромная заливка с точки зрения продаж. То есть, вот, как там показано, это сделки с отрицательной дельтой, то есть, следовательно, чистые продажи по рынку проходили. Затем цена восстановилась, и уже во второй половине мая снова, вот, трижды заливку делали, вот, раз, два, три, причем достаточно агрессивные продавцы. Здесь были много как таковой реакции, практически мы не получили. Затем, поход выше, еще заливка, еще и постоянно выкупают. То есть, подобные вещи, я хоть сколько наблюдал уже тоже на других рынках, очень часто чреваты резким обвалом. То есть, нечто, на самом деле, похожее происходило как раз вот в феврале, то есть, когда начинается эйфория у большинства рыночных инвесторов, начинает верить в то, что этот тренд, он никогда не закончится, что все будет двигаться до бесконечности вверх, и именно тогда он резко заканчивается. Поэтому у меня складывается впечатление, что все это вот именно сделано как банальная рыночная манипуляция, и ничем хорошим она не закончится, потому что, в принципе, дармовые деньги вливаются в экономику США, но когда-нибудь все равно придется за это ответить. Поэтому я считаю, что S&P 500, да, действительно, сейчас поливать против ветра, но это крайне опасно, потому что наиболее крупные объемы, вот они, где у нас появляются, они выкупные. То есть, фактически вот свеча с крупным объемом, реакция вверх выкупили. Затем снова свеча повышенного объема, снова выкупили. Поэтому я изначально целился вот с этих уровней, с этого диапазона на продажу, но так как я вижу, что много выкупных объемов здесь появляется, я считаю, что с огромной вероятность ее пробьет. Я полностью с тобой согласен по поводу вот район 3150. У меня, если чуть-чуть детальнее говорить, то это 3135-3160. Вот такой вот получается диапазон, и на данный момент он последний. То есть, ну, выше там только разве что движение на перехай в район 3300. Все, то есть, другого варианта у меня просто нет. Это последняя зона, которая остается. Другой, к сожалению, уже даже и построить не могу. Если от нее коррекцию не дадут, все, тогда уже движение исключительно на перехай даже не 3300, а в район 3400. Вот. Но я, честно, как-то очень сильно в этом сомневаюсь, учитывая весь тот кипиш, который сейчас происходит в Штатах. Ну, как-то это слишком нерационально, как по мне. Не знаю, может, я, конечно, и не прав с точки зрения здравого смысла, но не может в стране, где такие бунты сейчас происходят. Еще неизвестно, во что это выльется в дальнейшем. Потому что уже пример подобных ситуаций у нас в Украине был, и ничем хорошим не закончилось. То же самое может, конечно, не в такой жесткой форме, но все равно может повториться здесь. Поэтому, в принципе, я больше зашел тут верхней зоны. Еще раз, 31300-31600. Денис, вот извини, немножко тебя перебью. Вот смотри, вот последние новости, которые я сейчас читаю, вот все подтверждение. Вот прямо сейчас мы с тобой комментируем ситуацию по СНП, и он идет на обновление локальных максимумов. А знаешь, на каких это новостях? Трамп санкционировал войск в Вашингтон. Ну как это так вообще? Как это так? То есть, сейчас мы должны лететь вниз вообще просто камнем. Правильно, правильно. Поэтому я говорю, что манипуляции просто очевидны, как мне кажется. Я даже это вижу без новостей. Если ты не сказал по поводу новостей, то вот на графике видны заливки продавков, которые выкупаются, причем выкупаются на не такие уж прям не агрессивных объемах, что просто парадоксально на самом деле. То есть, это ненормально для обычного состояния рынка. То есть, здесь явно видна чья-то рука. И очень-очень богатая рука. Ну, допустим, зона уже готова. Евро. А вот по евро я как раз склоняюсь к варианту входа. Дальше, да, действительно на лонг, но через коррекцию. Потому что, ну, я не очень люблю, скажем, входить буквально на пробой. Чревато подобные моменты. Они чреваты ложными пробоями. Цель у меня самая первая в районе 1.12.40. То есть, это самая первая, самая ближайшая цель, которой, ну, в принципе, я считаю, цена будет стремиться. Только вот единственное, конечно, хотелось бы это увидеть через коррекцию, чтобы нормально можно было еще раз купить. Потому что прошлой неделе прокатились как раз по евро вверх. Здесь вот серединке его брали тоже с коррекцией. В районе 1.09, по-моему, 78 или 77, что-то такое вот отсюда. Вот, но как-то, не знаю, не хочется мне, правда, с текущих покупать. Как по мне, высоковато, потому что и коррекции дают, и стоп. Нормально тоже сюда не поставишь. Но в целом я рассчитываю на переход, то есть движение в район 1.12.40. Это самая первая цель. Поэтому, в принципе, исключительно за лонги, но входить будут в них через коррекцию. Выше, по моему стилю торговли, мне это не нравится. Что касается фунта. По фунту я буквально чуть-чуть тут небольшим лотиком попробовал войти на продажу. Посмотрю, если в ближайшие буквально час цена не пойдет, то закрою там около нуля, там плюс-минус его. И дальше все равно буду просто ждать. Потому что две зоны для покупок есть. Нижняя самая сильная. Но, мне кажется, туда уже могут не дойти. Самая ближайшая зонка ввода на 1.23.75, 1.24.17. И, собственно, с этого диапазона у нас самый ближайший может как раз произойти выход цены вверх. Конечную цель я вижу в районе 1.26.5. Ну, желательно так, 1.26.40 – это практически близлежащий экстремум, который у нас сформирован в числе 30 апреля. Он был сформирован. Его хай 26.43 я вижу по этим котировкам. То есть, если округлить, 2.6.40 приблизительно. С разницей на погрешности. И плюс, как всему, построил туда дополнительно. У меня еще маржинальная зонка попадает от данного экстремума. Построенная, это так называемая уточняющая. Плюс от основного у нас вот прямо сейчас у него твердит. Поэтому я и посчитал, что в текущих могут дать коррекцию. Отсюда буду пробовать первые покупки. Если вдруг их вынесут, тогда вот отсюда уже самые мощные буду открывать. И в любом случае, то есть продолжение лонгого сценария. Поэтому что по фунту, что по евро, я вижу, да, продолжение лонгого сценария, но очень хочется в него войти грамотно именно с коррекцией. И тогда это просто наиболее безопасный будет вид входа. Ну и S&P 500, собственно, тоже этот момент показал. И также хотел тоже такое маленькое дать объявление. У меня с 15 по 19 июня стартует мой пятидневный мастер-класс, на котором как раз буду показывать, как строятся подобные зоны. То есть с помощью объемов будем изучать, как происходит построение. С помощью профильных, вертикальных, точечных, также технических построений, зоны покупателей, продавцов. Все это будет максимально концентрировано на инфоиде. То есть минимум воды, в лучшем случае 1% воды, 99% это исключительно выжимка из тех методов, которые я вот всегда постоянно использую в торговле. То есть всегда делал акцент на том, чтобы максимально высокий был коэффициент в этот год. Потому что я считаю, именно на нем трейдер может очень хорошо на рынке выруливать и абсолютно не париться даже с точки зрения психологии по поводу своих стопов. Потому что все равно одна прибыльная сделка отбивает минимум 3 убыточных. Поэтому, друзья, в описании будет ссылочка под данным видео. Переходите по данной ссылке. И там же более подробная информация будет касательно программы самого мастер-класса с 15 по 19 число. Денис, большое тебе спасибо за уделенное время. Ну что же, давай смотреть за этими манипуляциями рыночными. Увидимся мы с тобой уже в следующий четверг, получается, как раз в день заседания Европейского центрального банка. И еще раз взглянем на что с настроениями произойдет к тому моменту. Поддерживаем. Хорошего тебе дня и хорошей недели. Побольше. Да, взаимно, коллега. Ну что, до четверга. До четверга. Смело.